В жизни любого народа значение фольклора всегда было велико. Как отмечают многие ученые, формирование и накопление фольклорного материала – процесс длительный. Но нашим предкам спешить было некуда, они жили, они бежали по жизни, и своей консервативностью сохранили народное творчество. Времена менялись. Были периоды, когда к фольклору относились более сдержанно. А в последние десятилетия стали говорить о проблеме глобализации. Сохранение культур народов, проживающих в регионах России и за ее пределами, была посвящена Международной научной конференции, которая была организована Казанской консерваторией, финно-угорской музыкальной культуры и современный мир. Конференция показала, высвечивала такую интересную научную проблему. Волгокамский регион – это древняя контактная зона, историческая, где контактируют огромные этнические массивы – финно-угорские, тюркские. Стала проблема специфики национальных культур, потому что все очень любят говорить о том, что там много очень сходства. А в чем специфика, собственно говоря? Оказывается, еще никто это, собственно, серьезно и не изучал. Так что вот эта проблема встает серьезно. Что общего, что специфического в культурах повыше. Это интересно очень. На уровне именно музыкального языка. В первую очередь, это некоторые люди-исследователи нашей музыки, которые прибыли на эту конференцию. И, естественно, очень интересна традиция. То есть не только своя, которую уже исследователи знают, но и новая музыка, которая, например, в России бытует, на севере России. То есть это тоже очень интересно. На этой теперешней нашей конференции у нас возникло целый ряд докладов. Как будто вот, видимо, уже назрела вот такая проблема, что в Поволжье как раз вот интересно очень сочетание исторически сложившихся культур. Тюркских, финно-угорских, различных. И вот мы даже когда говорим, что такое специфика тюркских культур, что такое специфика финно-угорских, и приходим к выводу, что пока что мы не можем это сказать, потому что культуры очень сильно переплетены. И вот музыкальная наука сегодня занимается происхождением вот этих культур, изучает степень их взаимного влияния и, в общем-то, вот этот художественный результат, который есть. На конференции принимали участие фольклористы, музыковеды, композиторы из Чувашии, Марии Эл, Татарстана, Мордовия, а также Эстонии, Венгрии, Финляндии. Делились впечатлениями, говорили о взаимопроникновении, сохранении культур. В принципе, тенденции хорошие. Но в то же время старая традиция всё равно, она изменяется. То есть она существует дальше, но она изменяется. Для эстонцев, конечно, их народная песня очень важна, как один из атрибутов их национальности. Это было и в советское время, и сейчас. И некоторые традиции вот в новое время и после восстановления независимости, они даже расцвели. Вообще в Эстонии есть две такие живые традиции. Это сетусское многоголосное пение и на острове Кихно. Вот эти традиции, которые не прерывались и которые до сих пор существуют. И есть и старые бабушки, которые поют, и молодёжь тоже поёт. И вот после восстановления независимости, особенно в Сетума, очень эта традиция расцвела. И сейчас с разного возраста очень много хоров, которые это практизируют, поют. В Финляндии очень много молодых музыкантов, которые действительно живут фольклором, которые это любят, которые это исполняют, потому что фольклор в первую очередь живёт исполнением. То есть именно процессом танца, музыки. И попытки сохранить фольклор — это именно постоянное собирательство, попытки записать, сохранить тот фольклор, который ещё живёт. То есть старые песни, которые сохранены в архивах, которые потом можно найти. Тенденция развития везде одинаковая. Всё идёт в сторону вот этой европейской музыки, тональной музыки, мажорно-минорной системы. То есть вот такие старые элементы, старые лады, особенности тонирования, они всё-таки исчезают. И только вот такие самые сознательные певцы, которые к делу подходят уже научно, им удаётся восстановить эту старую манеру. А так, в принципе, вот эта глобализация, она же везде происходит, и везде всё развивается в одном направлении. К сожалению, всё развивается в том направлении, что особенности разных культур сглаживаются. На конференции затронули тему использования фольклора композиторами в своём творчестве. Андрей Ишпай привёл музыкальный пример марийской народной песни и тему Бэлла Бартака. Естественно, на концерте прозвучали обработки, фантазии на народные темы, рапсодии в народном духе. Наверное, отношения между профессиональным музыкой и фольклором, как и в любой другой стране, происходят по определённому принципу, когда профессиональные композиторы используют детали фольклора, и многие фольклорные исполнители являются профессионалами. То есть это очень тесная связь. Композиторы очень часто это используют, и действительно всё это настолько тесно переплетается, что становится неким, иногда не только подражанием фольклора, но и новому созданию чего-то в стиле того, что уже было когда-то. Подобные конференции актуальны, так как вопрос о хранении культурных истоков стоит сегодня особо острым.